так всем привет дорогие друзья приветствую на нашем канале на канале тугарыча и так видео представляю ваше внимание представляем точнее это процессор а и 5 ребят а и 5 2 500 к материнская плата на z68 чипсете насколько я помню производитель гигабайт и соответственно сетевой контроллер там был установлен реалтековский что хочется сказать первоначально казалось бы это intel казалось бы это а и 5 процессор где 4 реальных hydran то есть второго поколения год выпуска примерно 2013 нет нет ребят не 2012 год выпуска второе поколение конечно же 2012 год но ребята лично если мы берем сравнение данного скажем тестирование данного железа именно варфейсе то показывает себя данный процессор ну в каком-то плане просто ужасный я бы сказал почему потому что это старый intel и соответственно он ни в коем разе не выдает максимальное количество кадров в секунду в данном случае видеокарты 1060 на то есть если мы не говорим про максимум кадров в секунду именно данной видеокарты а предположим берем сравнение того же какого-нибудь гипер пня либо там а и 5 четырех ядерного шестого поколения до процессора то есть тот же например а и 5 6 400 гораздо больше количества но большее количество кадров скажем таки подготавливал для данной видеокарты то есть данный видяха на данной карте по идее должна выдавать примерно там 200 с лишним кадров в секунду вот это не то что как минимум но вот тем не менее ребята вот как то так а этот процессор выдает а ну вот как мы видим полностью минимальные настройки 1060 3 гиговый вариант 140 130 кадров в секунду 150 кадров секунду при этом процесса ребят заметьте он не нагружена все 100 процентов то есть он грузится на 70 50-70 процентов и процессор не может подготавливать максимальное количество кадров для данной видеокарты а почему так происходит потому что это старая архитектура это старый intel именно вот варфейсе полная фуфляндия в этом отношении то есть как бы даже наверное целесообразнее варфейс для варфейса взять какой-нибудь гипер пень на самый там дешевое материнское плате лучше брать восьмое поколение например там два ядра четыре потока но это восьмое поколение плюс если процесса можно будет как-нибудь там погнать или что-то да и система в принципе ничем не будет уступать и вот этому даже будет превосходить вот этот старый старая 5 ребята поэтому как бы будьте бдительным в этом отношении и так же вот я видел нос нередко смотрю видео game он и скажем таки на ю тубе из там он топит за fx типа fx для все дела ну конечно же понятно что для варфейса и fx там никакие восемь ядер как бы ну плюс разгон плюс память под разгон которую взять да но не выдаст максимальное количество кадров на видеокарте и 1050 и 1060 если мы говорим за варфейс то есть как то так и это ребята основная такая черта именно что касается fps и теперь я затрону тему именно который касается давайте именно коснемся сетевого контроллера сетевых и обработки сетевых данных вот все вот эта тема да это старое железо в любом случае это старых пуфляндия в каком-то плане без обид а просто памяти мое чувство вот когда вот я играл со седьмого i7-2 700k да вот он и ган и поныне у меня есть и чё только не делал но там быстрое действие обработка сетевых данных вот этих в игре варфейс и в игре батле 4 в батле 4 это меньше заметно то есть быстродействие просто ужасно я бы сказал и в батле 4 меня постоянно бывают момент когда меня перекидывает слева направо то есть там игру как у нее бежит он посередине остается а меня телепортит туда-сюда там любые столкновения окончания заканчиваются тем что у меня на как бы начинает кидать по карте это связано с сетевыми данными как бы ну именно сетевухой обработки сетевых данных да то есть чем выше поколение intel и как бы но тем она лучше на мой взгляд я думаю что 2016 года это шестое поколение восьмое поколение в обработке данных данных сетевых она в принципе идентична наверное да вот но я когда брала седьмой да я получил за меньшую цену но в каком-то плане да то есть цена не вас небольшая получил 4 ядра 8 потоков это плюс в обработке видео в каких-то программах плюс в работе венде там при работе тех же программ специализированных то есть это плюс как бы да но ребят на в играх полный трындец творится то что реально вас и меня вот лично по карте кидает слева направо бывает на варфейсе а тоже меня частенько бывает откидывает назад причем пинку меня не изменился он также либо 20 миллисекунды либо 28 спасибо моему великолепную интернету от вашим форсвязь ничего плохого не имея но тем не менее там бывает вот такая пинговка я не знаю с чем это связано либо с маршрутами либо серваками вот либо 22 миллисекунды точнее 20-22 либо 28-30 вот что-то подобное у меня как говорится разница даже но 8 миллисекунд как минимум скажем таки вот видимо на какую машину попадая при подключении от этого все это дело как бы и зависит зависит пинка до серверов фара фейса именно московских серверов ну так ребята с первую причину вот эта сетевуха более древние да поэтому я бы даже рекомендовал ребят лично брать какую-нибудь гипер пень я с него играл с гипер пня и результативность как бы ну как сказать меня порадовал достаточно то есть я думал типа гипер пня совсем будет не хватать там что-то подобное он грузится приблизительно 50 там 70 процентов приблизительно 70 процентов наверное вот и при этом нету каких-то лагов багов и прочим самое главное основной ребят вот с этой старой платформы да это реальный а и 5 это реально 5 2 500 к ребят но из своего а седьмого я делал а и 5 как бы до отключал гипер трейдинг и там была заметна такая вещь что игра как бы моментами типа замедляется а моментом ускоряется вот такая вот тема но может зависеть и из-за карты или еще что-то подобное да но вот эта тема вот была очень сильно заметный это огромный огромный минус я бы сказал причем частота там была процессора 45 здесь частота процессора 36 и даже если его ребята оговорюсь разогнать до частоты там 4 гигагерц 4 и 5 гигагерца поставить хорошую память это дорогая память то есть где ее найти высокочастотную память на ddr3 да то есть если у вас город не особо крупный то есть на буурыки на авито то есть просто так не достать эту память плюс эту память нужно достать высокочастотную да да не данной ddr3 и плюс материнская плата более-менее нужна чтобы все это дело разогнать и только тогда как бы да возможно получится приблизиться то есть возможно fps чуть-чуть вырастет но это как бы в каком-то плане даже бессмысленно делать на кого лучше уж взять попытаться собрать компьютер на 2 ядра 4 потока но это чисто для варфейса конечно для других игр типа батлы там и прочее это для такой игры как gta 5 но это процессору очень очень будет не хватать и тот же и 5 наверное гораздо лучше будет выглядеть в той же игре батле до последних версий там 4 первая батла либо в gta 5 лучше этот процессор будет справляться старого поколения зато там больше ядер нежели тот же гиперпень но в варфейсе ребята история немножко другая то есть как бы здесь вот проблема и скажем таки при игре вот именно вот для меня до было что что когда я сеть айси за седьмого дела и 5 эта сегра как бы замедлялась моментами и моментами ускорялась то есть работала чуть-чуть я бы сказал не стабильно то здесь на вот этом реально а и пятом как бы а и 525 сутка 2012 года здесь как бы это не особо заметно но все равно местами проскакивает то есть как будто видите и нагрузка на процессор она 50 там 70 процентов 60 процентов 68 70 см смотрите да то есть нагрузка очень очень маленькая вот и соответственно если мы берем опять таки тот же ай 5 6 400 ребята там нагрузка была на варфейсе где-то 50 55 процентов 60 там максимум наверно что-то подобное и там игра себя била более стабильно и вела себя более плавнее все это дело происходило в игровом режиме именно варфейсе и плюс также там сетевуха более такая резвая была да то есть тот же даже realtek себя лучше показывал тем более intel вот и 2 тысяч 16 года а и 5 6 400 хотя у того же и 5 6 40 частота в бусте на все ядра 3 и 1 здесь на и 5 2 500 к частота в бусте 36 разгонять его не стал то есть тот же более низкочастотный процессор но варфейс более плавнее идет понимаете без подергивания без каких-то и сетевые данные быстрее обрабатываются и нету такого как бы сказать ощущение когда ты играешь что все чуть медленнее как бы происходит и понимаешь что при столкновениями с при скажем таким да вы рядом с противником но союзником бежите да когда вы друг другу как бы задеваете толкаетесь то есть на вот это стало старой платформе вас будет как яблоко там по тазику болтать слева направо это огромная огромная минус в батле 4 это тоже сильно ощущается это лично из вот моих ощущений то что я проиграл поиграл с этого процента и с этого старого железа и могу об этом сказать вот поэтому опять оговорюсь есть плюсы и минусы конкретно не сказать то есть если мы берем какой-нибудь зион дешевые ребят 6 ядер из плюсов мы получаем реальные ядра мы получаем скажем таким плюс в обработке видео например в каких-то программах специализированных винде возможно что-то быстрее будет работать все-таки ядер больше да то есть более как бы плюсы есть свои минусы ребят сетевых шутерах именно варфейса я коснусь опять-таки сетевые данные не настолько быстро от обрабатываются и для меня это огромный минус как бы я когда вот сыгрался здесь седьмого до 700 к я понимал что чё-то как-то не тучит медленно как-то там данные как-то вот совсем не то вот это огромный огромный минус и я конечно привык уже но черно это как бы таки скажем таки где-то сложнее противника перестрелять где-то еще что-то это бывает ребята то есть и вот это человек того человека который с ай-5 6400 поиграл больше года играл плюс на интелском сетевом контроллере также играл и вот я сел на а7-2 700к да на ай-5 2 500к поиграл и какие бы сетевухи сюда там к пися экспресс не не подставлять ребят толку не будет то есть все равно сетевые данные они обрабатываются чуть хуже то же самое варфейсе и в батле 4 это все сделка грится заметно то есть вот такие вот нюансы с того же ай-5 в 6400 можно было как макака прыгать в батле 4 но скажем таки с процессор ай-7 2 700к а уже там что-то как-то не попрыгаешь какие-то там проблемочки в этом плане именно в быстродействии обработки сетевых данных я уж не знаю с чем это связано но там во время прыжка если вы будете прыгать вас убивают этого батле 4 это опять таки я говорю как от игрока и плюс участились все смерти за стенками той же батле 4 с ай-5 6400 было гораздо меньше смерти и за стенами нежели с процессора и 7 2 700к то есть обработка данных там такая себе и опять оговорюсь поведение иногда бывает что вы как яблоко там в кастрюле вас слева направо туда-сюда вам болтает это огромный огромный минус это ощущается все таки вот опять таки я говорю как от игрокам это вот минусы но плюс ребят старые платформы они более дешевые то есть на бу рынке там на авито дайте где-то можно все это купить конечно же нужно проверять при покупке вот плюс цена плюс ядра там и прочее но минус варфейсе и везде там в любых сетевых шутерах именно обработка сетевых данных чуть-чуть она но медленнее там порядка 50 процентов но это такое себе дело скажем таки но все таки также меньшее количество кадров в секунду то есть если мы берем варфейс то здесь ну как бы сказать на полностью низких настройках fps где-то 130 140 там что-то такое прыгал до 1060 видеокарта то есть если мы подставим сюда какой-нибудь гипер пень там да на материнской плате 1151 сокета либо 1151 в 2 сокета да то есть опять-таки материнки можно брать 1 на 1151 в 2 именно как бы восьмого поколения вот и соответственно восьмого поколения взять процессор два ядра 4 потока то есть есть эти гипер пень не только на платформу 1151 но и на платформу 1151 в 2 то есть по сути можно как бы даже взять материночку да там на каком там z чипсете на будущее да и взять на время какой-нибудь процессор два ядра 4 потока но восьмого поколения все это дело собрать ребят на интелском сетевом контроллере и со временем вы процессор возможно поменять и да там на кого-нибудь ай 5 там 6 ядер там вот что-то подобное это конечно же круто восьмого поколения плюс конечно же огромные и тот же гипер пень восьмого поколения он будет показывать здесь но как минимум 200 там 200 и около 200 кадров в секунду на полностью минимальных настройках данной видеокарты 1060 то есть вот как-то так то есть а и 5 это минус 60 кадров в секунду как минимум где-то что-то подобное поэтому ребят старые intel и это все-таки старый интел а и на 2012 год это и фикс в эти времена приблизительно появился вот и соответственно те же intel а древние они как бы недалеко и упрыгали от того же самого и фикс в каком-то плане то есть это все-таки древние технологии вот и по обработке данных они хуже и также по количеству кадров в секунду они очень-очень будут уступать в различных играх по разному ребят но я именно говорю говорю в данном случае за warface также хочу отметить что в данном тесте все это протестировано было на windows 10 xbox вот это приложение которое очень сильно просаживает fps там я конечно же отключил я выпилил из дистрибутива винды 10 вот но тем не менее мы видим нагрузку где-то 60 процентов 60-70 процентов да то есть процессор у нас а и 5 грузится притом опять-таки повторюсь что а и 5 и 6 400 ребят грузился гораздо меньше то есть он грузился 50 60 процентов и выдавал гораздо большее количество кадров в секунду в данной игре warface и тем более для данной видеокарты он fps там ну выдавал очень-очень бы неплохой там 200 кадров я думаю было бы вот ребят это опять-таки в десятки раз я упомяну что новое поколение она все-таки плюс имеет свой поэтому ребят ни в коем случае как бы если вы затрудь warface я бы не советовал брать какой-нибудь xeon дешевенький да там что-то подобное более на каком 775 сокете то есть и подставлять видеокарту то 1050 я и то есть это 1050 я и будет тоже выдавать гораздо меньшее количество кадров из-за того что процессор не может позволить но архитектуры не позволяет там и прочее прочее то есть вот как вот так и не стоит обращать внимание на то что процессор не загружен на полную то есть видим моментами он грузится очень-очень сильно тот же процессор да но моментами он загружен где-то на 50 на 60 процентов на 70 и типа многих возникнут вопросы типа как так процессор же полностью не нагружен значит он по сути выдает максимальное количество кадров для данной видеокарту увы это не так ребят то есть процент загрузки процессора мягко сказать не всегда отображает именно реальную картину скажем таки и тот же гипер пень который загружен был бы в данном случае где-то на 70 процентов 60 70 процентов я думаю может 80 процентов где-то да то есть он выдавал бы гораздо большее количество кадров извините меня за то что много-много раз повторяясь об одном и том же но я хочу это конкретно ребят до вас донести плюсы старых платформ это цена количество ядер поведение возможно где там в gta 5 получше будет сыграть с него да и прочее то есть там на прохождение там в игрульки какие-то типа батлы 1 и прочее вот но минус это количество кадров это более медленная обработка сетевых данных особо незаметно и многие люди могут опять-таки это все дело не заметить связанные с обработкой сетевых данных вот но я эти все вещи как грится замечая об этом ребята я вам подговорю поэтому если бы мне вот сказали сейчас что сетевая с обработкой сетевых данных не такой кайф скажем таки как играть с того же гипер поняда я поиграл и там с обработкой вот скорость обработки данных просто на уровне ребята мне понравилось я бы даже сказал да но просто сейчас мне не хочется гипер пень подставлять все это тестировать но поверьте там все четко с обработкой сетевых данных проблем никаких нет с этого же старого железа обработка не самая такая быстрая вот но из минусов это ну вот опять-таки вторичные проблемки вот эти старых систем плюсы новых поколений то есть это большее количество кадров в секунду то есть в том же варфейсе тогда приличное количество кадров будет если брать гипер пень там что-то подобное вот это новое поколение 2017 года и плюс вот этих новых систем скажем таки новых платформ это скорость обработки данных она в играх и чуть-чуть лучше чуть-чуть комфортнее и где-то позволит вам убить перестрелять противник вот собственно как то так но ребят ни в коем случае не думайте что проблема именно то что у этого вас например варфейсе убивает или меня убивает что проблема именно вот в том что компьютер не тащит если был был у вас там а7 8700 к там видеокарты 1080 айта или более нового поколения видеокарточек что то у вас было был бы полный порядок и вы бы все гнули варфейсе ребят этого никогда не произойдет проблема варфейса именно в балансе оружие слишком быстрый дамаг ваншоты ваншоты граната ваншоты со снайперских винтовок при учете всего того что это низкий текрет плюс ваншоты в голову с инженерских стволов донатных да то есть ваншоты со штурмовых винтовок то есть проблема варфейса прежде всего именно в геймплее то есть это ваншотное оружие там мгновенное убийство и плюс плохой текрейт плохой текрейта это значит смерти за стенками ваншоты за стенками и соответственно плохая система там предугадывание движения лагающие игроки телепортящиеся игроки ребят извиняюсь за невыговоримые скажем таки фразы и прочие прочие вещи то есть варфейс он идеальным ни за что не станет ни за что не изменится какой был суперкомпьютер небо мне купили какие бы вы бабки не вкладе не вкладе ребят в свой пк то есть варфейс идеальный ни в коем случае не станет задача варфейса высосать из вас последние деньги как и любого проекта который находится под компании mail.ru то есть если мы касаемся компании mail.ru она просто высасывает деньги до последней копейки из своих потребителей и своих пользователей до посредством всяких там коробок неудач там и прочих прочих лохотронов так что ребят это как бы такой нюанс незыблемый вот и если вот скажем таким на в той же battlefield 4 который все-таки более стабильная но не идеальная по сетевому по сетевому коду поскольку вот даже ребята говорили что батла первая она более скажем таки по сетевому коду более лучше сделано то есть там реальные качество прохождения урона и прочего battlefield 1 очень очень сильно решает в battlefield 4 все это дело похуже обстоит поэтому разработчики battle 4 когда-то приняли решение именно увеличить количество дамага наносимое игроку дабы он погиб то есть нужно было больше стрелять где-то на один патрон дабы группа игрока убить то есть это было правильное решение то есть соответственно сетевой код скажем таки уровень декрита и прочие вещи должны быть отбалансированы именно в самом геймплее это наверное моё вот правило мое понимание вот этих вещей она незыблемо для сетевых шутеров но в варфейсе этого нету здесь как бы очень часто происходит что тот игрок который зарашит противника то есть выбрыгнет из-за угла медик выпрыгнет из-за угла снайпер выпрыгнет из-за угла да с фазуами там что-то то этот игрок выиграет он просто выпрыгнет и убьет того игрока который сидит там в упоре или лежит за поворотом то есть такие вот нюансы бывают это проблема сетевого кода и самого геймплея варфейса поэтому ребят ни в коем случае там самое крутое железо которое вы купите она будет больше приносить профита это железо в играх как battle 4 таких игр как battle 1 там в gta 5 ну чисто так поразвлекаться побегать да то есть этот профит от этого железа будет но варфейсе такого как бы особо то и не будет потому что это варфейс и здесь все ужасно сетевой код с учетом ваншотности железо и точнее ваншотность оружия раньше такого не было не было ребят если мы берем 2013 год тогда мы есть медики все гонялись и прями помните была такая тема до веке они не ваншот или то есть и другие дробовики тоже не всегда ваншот или то есть игра была с более сбалансирована нежели сейчас не было фазумных винтовок которые сейчас позволяют игроку просто выпрыгнуть фазумить и убить противника и ну как говорится тут ничего не сможет противопоставить этому прыгну скажем таки а раньше у нас было альпины и прочего которых не было фазума и это было круто как бы в каком-то плане плюс тут же ак-103 у которого была ужасная отдача да вот но сейчас продается беретка и прочее ребята просто зарабатывают и количество дамага и прочего ваншотов возрастает в игре варфейс на сетевой код здесь не улучшается поэтому играть становится по нарастающей играть будет варфейс только тяжелее тяжелее будет огромное количество пяти застенками прочее лабуда короче здесь но ребята чисто будут продавать все более крутой мощное оружие все бежим покупать крутить поэтому ребята не стоит покупать для варфейса крутой комп это бессмысленно как какашка лагающий был так и останется в той же батле 4 этот компьютер крутой дорогой ваш он гораздо больше профита или кд более лучше позволит вам делать в игре батты в серии игры 24 до не жили в игре варфейс вот собственно как то так на игрока из гона не особо как бы требовательны вот но думают что там я не особо играю в к из гону скорость обработки данных то есть старых поколений железо старого поколения железо более нового поколения тоже будет иметь свою роль скажем таки но собственно как то так ребята извиняюсь за болтовню извиняюсь что я тысячу раз повторяют но и то же просто я хочу донести вам те вещи или ту информацию которую собственно говоря я узнал из скажем таки своего личного опыта опять опять повторюсь что вас и 5 до 500 к то есть как мы видим по его нагрузке и прочие бывают моменты что игра немножко как бы замедляется немножко ускоряется временами это очень сильно было заметно с моего и седьмого когда я у него отключал гипертрейдинг то есть вот эта проблемка была но таких вот проблемы нюансов именно в игре варфейс я не замечал с того же гипер пня 2 и дара 4 поток и там игра более как бы ровненько идет и нету такого что она как бы типа замедляется потом ускоряется но мы все знаем что варфейс он такой когда у вас что-то подфризило потом быстро игра как бы так 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 перемоталась как такое кино ужасное да и собственно как то так это варфейс ничего не поделаешь я думаю когда если все-таки ребята сделают типа варфейс 2 то может там сетевой код будет и получше вот собственно как то так но тогда все всему скажем таки нашему донату випкам и званием то что мы вкачали в игре варфейс скажем таки данной игры вот на которую мы играем на мониторе скажем таки да у вас на ютубе то есть все вот это хозяйство что мы там задонатили прокачали она у нас пропадет как вот собственно как-то так ну поживем увидим появится варфейс 2 нет или что-то подобное тоже отдельная история отдельная тема ребят пишите свое мнение в комментариях всем на этом удачи я лишь хотел объяснить вот некую позицию сравнение вот этих старых железа которые по fps у гораздо хуже да и новых железа которые гораздо большее количество кадров выдают в том же варфейсе но варфейс при заоблачном даже количестве кадров он идеальным не станет даже если у вас будет 400 500 кадров ребят вас также за стенкой убьют там вот где-нибудь ваншот но там и прочие прочие нюансы всем лет удачи на этом всем пока а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...